я буду рассказывать о результатах ну первыми их уже называть нельзя поскольку спутник летает чуть меньше уже двух лет о результатах обсерватории спектра рентген гамма и в частности я я буду рассказывать про телескоп яразита как вы сейчас увидите там два телескопа но многие из вас знают вот я буду рассказывать про телескоп яразита обсерватория была запущена 13 июля вот собственно обсерватория этого имени лавочкина за ну буквально может быть за неделю или за две до отправки на байконур вот здесь вот вот это вот платформа вот это телескоп яразит это телескоп арт-x сделанный в россии жесткий телескоп яразита сделан германия ну вот виден размер вот по сравнению вот здесь вот вот рост человека он был спутник был запущен 13 июля вот на такую орбиту вот эта земля солнце здесь на расстоянии примерно полутора миллионов километров от земли вокруг точки ильдва очень широкая орбита с размахом порядка 800 тысяч километров вот он вот делает один оборот то есть он был запущен примерно три месяца летел и потом начал делать вот такие движения вокруг точки льдва и делая примерно один оборот непримерно точно один оборот за 6 месяцев и вот сейчас он сделал три уже почти сделал три оборота и ну я про обзор скажу почему мы делаем обзор и как мы его делаем но вот обзор начали 12 декабря 19 года то есть уже почти полтора года назад вот это вот на байконуре было две попытки запуска первую ее отложили там были обнаружены некоторые неисправности и это вот в июне девятнадцатого года во время первой попытки вторая состоялась через три недели вот это собственно вот та самая ракета которая полетела наверху здесь обсерватория а это вот часть российского консорциума обсерватории ну и вот здесь вот есть наши казанские коллеги вот ильфан фаритович ильша травкатович наэль абдулович данис карлович вот здесь вот ну как-то разрешение не хватает но я просто знаю кто здесь изображен рустам исхакович тоже здесь да да и это был конечно потрясающе запоминающийся визит особенно второй где уже мы были вдвоем с эльфаном фаритович им когда мы собственно наблюдали запуск есть роскосмос подготовил несколько фильмов я их показывать и буду которые можно найти на сайте значит на ютюбе и на сайте роскосмоса если вы наберете срг запуском много-много есть несколько фильмов совершенно замечательных но это я не буду показывать давайте я чуть-чуть кусочек запуска покажу самые первые 20 секунд и вот в общем вот так вот она полетела сам момент был тоже конечно очень волнительный поскольку мы этой обсерваторией то есть я начал заниматься срг еще предыдущим вариантом восемь седьмом году под руководством рашталевич синяева хорошо пойдем дальше вот это вот я продолжаю пока показывать веселые картинки фотографии сделано вадимом бурвицом это руководитель калибровочные установки в институте внеземной физики в германии в гаршинге и вот это он он приехал с мощным фотоаппаратом это уже когда ракет она уже вот не вертикально вверх взлетала когда она уже совершала некую траекторию ну на мой взгляд совершенно уникальный потрясающий рисунок жаль что я такой не сделал сам значит теперь к науке главный элемент научной программы обсерватории это обзор всего неба вот здесь его некоторые параметры мы планируем за четыре года сделать 8 обзоров обзор делается таким образом что аппарат крутится вокруг своей оси так что в оптические оси телескопа совершают большой круг на небесной сфере за четыре часа то есть период обращения четыре часа а ось вращения этого вот плоскость пермитегулярная большому кругу она примерно следует за землей и солнцем таким образом поворачиваясь примерно в среднем на 1 градус в день так что за шесть месяцев покрывается все небо вот здесь вот показано я специально сделал вот такое вот изображение карту можно сказать небо шириной 1 градус это вот то что та информация которая получается за сутки примерно та область неба которая покрывается за сутки в конце восьми обзоров мы ожидаем среднюю экспозицию по небу 2000 секунд две килосекунды в полюсах эклиптики сейчас я это тоже объясню будет гораздо больше в целом мы ожидаем чувствительность которая 25 раз превзойдет предыдущий обзор неба который был сделан в начале восьмидесятых в конце восьмидесятых извините в конце восьмидесятых обсерватории рассад а ну как мы все понимаем вот наука то как развивается наука если вы что-то делаете лучше на порядок вы как правило открываете новые вещи то есть не просто там вот чуть больше объектов а вы делаете действительно количество переходит в качество и делаете качественный шаг вперед зачем зачем вообще нужен обзор казалось бы запустили обсерватории можно просто наблюдать смотреть на разные объекты и в рентгеновском диапазоне значит почему в рентгеновском диапазоне потому что рентгеновские рентгеновское излучение это основное проявление сверхмассивной черной дыры аккрецирующей то есть значительная часть энергии вы некоторая часть энергии если быть точным выделяется в рентгеновском диапазоне и это также один из двух наиболее эффективных методов поиска скоплений галактик и вот можно так если несколько упростить ситуацию то можно сказать что рентгеновский обзор это в общем достаточно простой метод найти аккрецирующие сверхмассивные черные дыры это квазары активные ядра галактик сейфертовские галактики и скопления галактик в огромном море нормальных обычных галактик которые излучают в оптическом диапазоне вот что проиллюстрировать я покажу две кривые подсчеты источников это в оптическом диапазоне это в рентгеновском ну в оптическом диапазоне люди измеряют потоки в звездных величинах поэтому они вот в разные стороны смотрят это подсчеты галактик всех разных в зависимости от звездной величины и вот можно даже не вникать в этот рисунок я вам скажу результат вот здесь на квадратный градус примерно 10 тысяч объектов вот на это конкретно кривой подсчетов если взять например каталог спутника гая в котором полтора миллиарда объектов то в среднем на всем небе будет плотность объектов примерно там 35 по моему 35 30 40 тысяч 30 40 тысяч источников на квадратный градус в рентгеновском диапазоне вот в интересующем интервале потоков интересующих нас интервале потоков мы имеем примерно 100 источников на квадратный градус да и среди этих вот десятка тысяч объектов это все что угодно это звезды это нормальные галактики ну и в том числе и активные галактики и квазары но их очень мало а вот здесь вот они составляют малую долю от всех объектов здесь а здесь активные ядра галактик квазары составляют порядка 90 или около того процентов объекта в зависимости участка неба. Звёзд там, ну, галактик нормальных очень мало вообще, потому что нормальные галактики не очень ярко в рентгене светят. Ну, и звёзд некоторое количество. Таким образом, мы просто, если мы смотрим на достаточно высоких галактических широтах, почти каждый там, ну, можно так сказать, что там 9 или 8 из 10 объектов, они будут сверхмассивными чёрными дырами, активно аккрецирующими вещество, набирающими массу и излучающими в рентгене. Поэтому рентгеновские обзоры неба, всего неба или больших участков неба, они позволяют составлять большие однородные выборки квазаров и скоплений галактик. А на их основе можно делать, можно решать важные задачи, можно заниматься точной космологией, измеряя параметры Вселенной, используя, например, функцию масс скоплений галактик или угловое распределение квазаров, можно изучать рост сверхмассивных чёрных дыр, это тоже задача важная и не до конца решённая, можно исследовать крупномасштабную структуру Вселенной, ну, а также вы наблюдаете множество всевозможных объектов разной природы, которые вы тоже можете исследовать. Всё это определяется, насколько хорошо это можно сделать, определяется глубиной и площадью покрытия обзора. Ну, вот здесь вот я, ну, это я взял из так называемой Ерозита, СРГ Ерозита Science Book, где некие предсказания о ожидаемой науке были сделаны несколько лет назад. Вот это вот, ну, это стандартный рисунок, его многие рисуют. Это здесь изображены разные обзоры, которые производились в истории рентгеновской астрономии. Вот это площадь обзора, вот здесь всё небо, а здесь буквально несколько десятков угловых минут, а это глубина. И вот видно, либо вы делаете очень широкие обзоры, но не очень глубокие, либо делаете узкие, там, десятки минут угловых, но достаточно глубокие обзоры. И вот они все располагаются вот вдоль некой такой диагонали, ну, просто потому что время, это комбинация времени и возможностей телескопа. Мы, конечно, хотели бы попасть как можно, вот вообще говоря, в идеале, вот в этот угол дальний, правый, нижний, чтобы покрыть всё небо с большой чувствительностью. Но такой идеал недостижим, но мы ожидаем, что мы достаточно далеко продвинемся. Вот здесь вот ожидание, это после полугода, сейчас мы уже где-то здесь по чувствительности, всё небо покрыли, но через 4 года будем здесь, а в полюсах эклиптики будем где-то здесь. Вот сейчас у нас так, то есть сейчас идёт третий обзор, завершается. Мы серьёзно работаем с полным каталогом, с данными первых двух обзоров, это первый год работы. Вот здесь вот, ну, здесь немножко искажаются цвета на проекторе, но неважно, видна, основная идея видна, это карта экспозиции, поскольку все большие круги проходят через полюса эклиптики, вот здесь на полюсах эклиптики области высокой экспозиции там сейчас под 150 килосекунд уже набралось. И вот это вот распределение площади неба по времени экспозиции, это 100 секунд, это 100 килосекунд, это значит всё небо, ну и вот видно, всё небо покрыто с экспозицией лучше, чем 250-300 секунд. Это на самом деле очень большая, достаточно экспозиции, чтобы делать массу увлекательных и интересных вещей, а вот эти области, они покрыты до глубиной 100 килосекунд, но вот на уровне там нескольких градусов. Это третий обзор неба, но это сейчас покрыто уже 90%, эту карту я построил 5 апреля, сейчас не успел перестроить. Вот мы тоже, мы уже завершаем, 15 июня у нас будет завершён третий обзор неба. Ну вот здесь вот вы можете увидеть, это уже чисто технические подробности, вот это была вспышка на Солнце, вот остался след, мы его, конечно, уберём, но для этой карты я его пока не стал убирать. Вы, возможно, знаете, кто-то знает, кто-то, может быть, нет. Здесь есть, ну это международная обсерватория, спутник российский, построен по имени Лавочкина в России, запущен с Байконура протоном, там стоит российский инструмент Артекс-С и стоит инструмент Ярозита, который построен в Германии. И по соглашению между двумя агентствами, это Роскосмосом российским и немецким агентством ДЛР космическим, данные решили поделить, договорились поделить 50-50, половину на половину. Ну и в результате там с участием агентств учёные договорились, что вот мы просто разделим небо напополам, через галактический меридиан нулевой, так что половиной обработкой половины занимается один консорциум российский, другой немецкий консорциум, ну и российский консорциум выбрал под влиянием оптических астрономов российских вот эту вот, ну, наверное, это восточная называется, да, если что, поправьте. Но как бы это северная в том смысле, что это та часть неба, которая достижимо наблюдается с российских телескопов. И это сейчас очень активно мы используем в нашей работе. Вот эта вот карта неба после первого обзора, это, ну, уже почти год назад она построена, рентгеновская РЖБ-карта, так что энергии разных, фотоны разных энергий представлены разными цветами, красным, зелёным, синим, красным это ниже 0,7 кэва, зелёным от 0,7 до 1,2 кэва, и синим выше от 1,2 до 2,2 кэва. Давайте я вот сюда вот переключу. На ней эта карта содержит колоссальное количество информации, даже просто, если вот просто её разглядывать, даже на качественном уровне, а уж на количественном уровне я не говорю. Вот видно, она вся светится. Красная – это, ну, некое умеренное, достаточно мягкое излучение с температурой нескольких сот электрон вольт. Видно, что она, всё небо светится, ну, мы это и раньше знали из карт Росата, но сейчас это с гораздо большей степенью детализации мы знаем. Вот эта вот такая тёмная полоса, как будто вот проедена, это действительно, это излучение, поглощённое, это плоскость нашей галактики, это излучение, поглощённое нейтральным молекулярным газом и пылью в плоскости нашей галактики. И вот видно, вот оно, поглощение, газ поглощает фотоны более низких энергий, и получаются здесь очень жёсткие спектры. Видите, здесь много голубого цвета, голубого, зелёного, жёлтого. Затем, вот что видно, видны вот эти вот такие большие структуры. Эта часть яркая самая, она была ещё известна со времён Росата, 40-30 лет назад, называется северный полярный шпур. Сейчас мы знаем, что это часть большого пузыря, и мы также знаем, что снизу, ну, снизу вот на этой картинке, есть симметричный пузырь. И эти пузыри, они результат активности нашей сверхмассивной чёрной дыры, которая в центре нашей галактики расположена, результат активности, которая длилась там в зависимости от режима от пары миллионов до нескольких десятков миллионов лет. И вот такие вот пузыри космических лучей надулись, и где-то, ну, чуть меньше, вот примерно так расположены известные пузыри в ферме. Ну, и также видно много всего, видны вот эти вот остатки вспышек сверхновых, Кассиопея А, это петля лебедя, Лебедь Х1 вот здесь расположен, это Скорпион Х1, скопление галактик, Кома, Волосы, Вероники, Дева. И также видно вот много-много-много-много точек белых. Это всё источники, и вот все, которые на больших галактических широтах, это сверхмассивные чёрные дыры, аккрецирующие. Ну, а те источники, которые здесь, это галактические, это нейтронные звёзды, чёрные дыры в нашей галактике и звёзды. Вот они, видите, они тоже голубенькие, потому что у них сильно поглощённые спектры, ну и вообще у них спектры могут быть достаточно жёсткие. Вот это вот Магелланово облако, в частности. Прежде чем двигаться дальше, я расскажу о людях, которые участвовали активно и внесли решающий вклад в те результаты, о которых я буду рассказывать. Это, значит, две рабочие, научные рабочие группы, которыми мы вместе вот с Сергеем Сазоновым руководим. Это группа по галактикам, активным ядрам галактик и квазарам, и группа по составлению, по каталогу рентгеновских источников. Активно в этой работе наших групп участвует Рашид Ильич Сюняев, он научный руководитель обсерватории СРГ, и, собственно, стоял у истоков, и все эти годы, начиная с конца 80-х, продвигал её, чтобы она всё-таки взлетела, чтобы она была сделана и взлетела. Это Павел Медведев, он ответственен за обработку, калибровку, вот за трубопровод российский в Экиран по калибровке данных и по детектированию источников, а также он и наукой занимается, ищет далёкие квазары. Это Саша Мещеряков, наш специалист и лидер системы СРГЗ, система, основанная на методах машинного обучения, которая занимается классификацией источников и определением фотометрических красных смещений. Это Георгий Харунжев, он координирует всю оптическую программу в части квазаров и переменных объектов. Родион, вот вместе с Ильфаном Фаритовичем, это Родион Анатольевич Буренин, руководят они в целом группой по наземной поддержке, по оптической поддержке обсерватории СРГ. Игорь Зазнобин, аспирант Родиона, тоже в основном скоплениями занимается. И есть некоторое количество студентов и дипломников, и аспирантов, которые тоже в этом активно работают. Вот Виктор Борисов и Алиса Немешаева из СВМК МГУ, Ильхам Галиулин и Григорий Усков, они выпускники кафедры здесь, Казанской кафедры, Миша Бельведерский, он из Высшей школы экономики. Хорошо, вот у нас, как я сказал, я буду в основном рассказывать данные первого года обзора, первых двух обзоров. Мы задетектировали около миллиона источников, это только на российских. Я рассказываю только про российскую половину, ну, российскую условность, про половину неба, за обработку которой отвечает российский консорциум, так, как мы и договорились. Значит, мы там задетектировали порядка миллиона источников, из них примерно 200 тысяч – это звезды, а 600 тысяч – это квазары и активные ядры галактик. Также примерно 20 тысяч скоплений галактик задетектировано. Вот здесь вот для примера я показал. Естественно, мы, то есть, поскольку при таком количестве объектов надо работать, рассуждать в терминах распределения по потоку, функции светимости, эволюции функции светимости с красным смещением, эволюции плотности излучения этих источников с красным смещением. И вот это является целью нашей работы, к которой мы движемся. Ну, вот здесь вот показано распределение по потокам. Красные – это квазары, а синенькие – это звезды. Этот загиб – это просто не полнота рентгеновская, а вот это вот некая средняя кривая подсчетов источников, которая так или иначе известна. Большой темой являются активные ядры галактик. Я такое кратко на один слайд скажу два предложения для студентов. Это наиболее светимые компактные объекты во Вселенной. Это сверхмассивные черные дыры, масса которых может достигать миллиарда и более двух миллиардов масс Солнца, которые энерговыделение происходит за счет аккреции на них вещества. Вообще говоря, мы думаем, ну это, скорее всего, правильно, что сверхмассивная черная дыра есть во всех галактиках. Но она не во всех галактиках, она активно аккрециирует, и на самом деле она активно аккрециирует только маленькую часть времени жизни галактики. Все остальное время она пассивна, как, например, в нашей галактике. А вот те пузыри, они, возможно, были надуты какой-то прошлой, там, порядка миллиона или двух лет назад активностью нашей черной дыры, когда она была гораздо более яркая. Это один из сценариев. И в зависимости от ориентации, бывают разные они наблюдательные, они выглядят совершенно по-разному, активные ядра галактик. Те, которые наиболее светимы, мы их называем квазарами. Ну, давайте можно на эти рисунки не смотреть, я просто скажу, это расчет, который мы сделали еще за достаточно много лет до запуска, когда пытались оптимизировать параметры обзора и стратегию обзора. Вот мы ожидаем после восьми обзоров 3 миллиона негалактических активных ядер галактик и квазаров. Ну, сейчас у нас уже, в общем, я думаю, почти миллион есть, даже больше, если на всем небе считать. Половина из них, медианное и красное смещение, будет единичкой. То есть половина из них достаточно далекие объекты. То, что многие из них в оптических наблюдениях не так просто доступны. И там 10% будут на Z больше двойки, и мы ожидаем некоторое количество уникальных объектов на Z больше пяти. Сколько точно, мы не знаем, поскольку функция светимости на этих красных смещениях просто неизвестна. Ну, вот представьте себе, у нас уже сейчас есть миллион объектов, вот в том каталоге, с которым сейчас наши группы работают, рабочие. Это расстояние до них мы не знаем, поскольку большинство из них – это новые объекты. Вот, чтобы что-то разумное сделать, нужно измерить их красные смещения, ну, их классифицировать, это объект галактики или это внегалактический объект, и для внегалактических измерить красные смещения. Для этого была создана система SRGZ в группе по каталогу, по рентгеновскому каталогу VKIRAN. Ее создавать мы начали за несколько лет до запуска. И лидер этого, и вдохновитель, и главный разработчик – это Саша Мещеряков. Эта система основана на методах машинного обучения, и она обучается на выборке объектов, примерно полмиллиона объектов, а дальше используя широкоугольные оптические обзоры, данные широкоугольных оптических обзоров. И вот как она работает. Это некая тестовая площадка, где мы отобрали объекты, для которых известны спектроскопические красные смещения и спектроскопическая классификация. И вот здесь нарисованы фотометрические красные смещения от спектроскопических для этой контрольной выборки объектов. Когда в попытках строить фотометрические красные смещения есть такая проблема, то, что для некоторой доли объектов, то, что вы получаете, не имеет ничего общего с реальным красным смещением. Это называется катастрофические ошибки. Вот они вот здесь изображены. То есть вы что-то получили, но на самом деле объект совершенно на другом красном смещении расположен. В среднем это число где-то в районе 15%, 20%, иногда 10%. У нас это меньше 10%, и это действительно хорошо работает. То есть для 91% объектов мы определяем красное смещение хорошо, и ошибка 3,4%, относительная ошибка. То есть это действительно система очень хорошо работает. Мы ее продолжаем совершенствовать, и в итоге мы сейчас можем просто классифицировать благодаря этой системе примерно 3,25% объектов. Но доставшиеся, чтобы вот это число 75%, нам нужно повысить, мы над этим работаем. И благодаря этому мы можем строить уже, отбирать объекты по красному смещению, можем пытаться строить функции светимости, распределение по потокам, по красным смещениям и так далее. Это очень предварительный результат. вот объекты, например, на Z порядка тройки, ну здесь больше стоит, но фактически это в основном объекты на Z порядка тройки, вот их тысячи, пара тысяч, ну вот они, вот их можно построить распределение по потоку и сравнить с тем, что предсказывают разные модели, которые существуют. Ну, видно, есть согласие, и, собственно, разброс в предсказаниях, он какой-то там, ну, не более порядка. Дальше, если мы пойдем на большие красные смещения, например, на Z больше пяти, это очень далекие объекты, возраст которых, которые образовались примерно, когда возраст Вселенной был порядка миллиарда лет, а сейчас ее возраст 13,7 миллиарда лет. То есть это объекты, образовавшиеся очень давно, и, ну, там есть отдельные вопросы, как они вообще смогли образоваться на таких больших Z. И вот видно, их там у нас порядка десятка или двух, а дальше вот вы видите, разброс предсказаний, он вообще говоря на два порядка. И вот здесь и на Z порядка четверки, это там, где мы ожидаем большое продвижение, благодаря большой площади и глубине, мы можем вот этот режим исследовать очень подробно, и это очень важно для того, чтобы понять, как образовывались сверхмассивные черные дыры. Ну, это еще один пример наших результатов, это распределение по Z, и вот мы видим, что вот на Z больше примерно четверки или там 3 с небольшим, виден большой разброс, вот мы можем здесь, это то, над чем мы сейчас активно работаем, мы можем там внести, ну, как бы, это действительно, это серьезная новая информация, которой раньше не было. Вот можно нарисовать, это не все, это там те, которые имеют спектроскопически подтвержденные объекты, их здесь примерно 150 тысяч, светимость, красное смещение, плоскость. Вот нижняя граница, это просто ограничение по потоку, это то, что вот называется выборка, ограниченная по потоку, она всегда будет иметь вот такую нижнюю границу. А вот эта верхняя граница, которая не плоская, это астрофизический эффект, это то, что по-английски называется даунсайзинг, это простыми словами он выражается в том, что на больших Z квазары были ярче, чем они сейчас. И вот это мы здесь ясно видим, и над количественным описанием того, что мы здесь видим невооруженным глазом, мы сейчас работаем. Для этого, вот для этих вещей, нужна оптическая наземная поддержка, мощная наземная поддержка. Это то, чем вот руководят Ильфан Фаритович и Родион Анатольевич Буренин, Ильфан Фаритович Бигмаев и Буренин. Ну, сейчас мы используем, значит, мы стараемся, и это нам удается, по максимуму использовать телескопы на территории России. Ну, во-первых, это БТА, конечно, где мы получаем, у нас есть две программы по скоплениям и по квазарам. И вот на мою программу по квазарам мы получаем примерно 23-24 ночи в год, темные и серые, в основном темные. И мы занимаемся спектроскопией, отождествлением кандидатов, которые вот система SRGZ находит в далекие квазары, светимые квазары. Их нужно подтвердить, поскольку особенно в режиме далеких квазаров есть некая неопределенность надежности предсказания SRGZ. И мы их подтверждаем спектроскопическими наблюдениями, но это то, чем руководит Георгий, координирует Георгий Харунжев, и РТТ-150 активно участвует. Ну, также я их порядки убывания размера расположил. Кавказская горная обсерватория ГАИШ сейчас она активно тоже наблюдает разные в основном транзинентные источники. РТТ-150, уже выпущено две статьи, и Ильфан Фаритович работает над третьей по квазарам, открытым Ярозитой, которые были подтверждены и классифицированы на РТТ-150. Саянская обсерватория, там похожий телескоп стоит. Также мы используем некоторые несколько зарубежных телескопов. У нас есть возможность наблюдать на Паламарском телескопе. В дюймах не скажу, в общем, он примерно... А, 200 дюймов, да, ПТ-200. Он 5 метров размер его, ну, в общем, он сравним с 6-метровым. На Кеке нам удается наблюдать. Это вообще потрясающе. Это 10-метровый телескоп с хорошей погодой. И также у нас эффективное и продуктивное сотрудничество. Вот это... Раньше это называлось Паламарская фабрика транзиентов. Сейчас это называется транзиентная... Как это? Установка имени Цвики. Вот они здесь все изображены. Ну, вот я сейчас покажу несколько результатов вот таких оптических наблюдений. Ну, у нас есть несколько программ условно. Ну, это рабочие названия. Вот эта программа... Давайте я не так скажу. Значит, вот то, чем мы занимаемся, там, где спектроскопия индивидуальных объектов действительно играет большую роль, это очень объекты на больших красных смещениях и светимые объекты. Ну, они разделены на две группы, с границей на Z3. Просто это технологическое достаточно разбиение. Это просто система SRGZ дает разную надежность для более далеких и для более близких. Ну, и вы можете удивиться, но для более близких предсказания менее надежные. Это просто связано с тем, как смещаются особенности спектральные относительно стандартных астрономических фильтров, полос пропускания. Ну, и вот эта вот программа близкая, эта программа далеко, это программа, для которой название еще не придумали, но для далеких квазаров. А мы просто недавно, буквально на прошлой неделе, немножко реорганизовали наши программы, чтобы это было более логично. И вот мы нашли самый далекий квазар, который детектирует яразита на Z618. Это возраст Вселенной примерно 900 миллионов лет. Это очень мало, это очень молодая Вселенная. Самый далекий квазар, он был известен в оптике, мы нашли от него впервые рентгеновское излучение. Самый далекий квазар, открытый яразитой в слепом поиске, просто вот мы искали, и вот самый далекий квазар, открытый из системы SRGZ на 5,5Z. И вот они являются на самом деле, ну, это в принципе неудивительно, поскольку мы их достаточно быстро, почти сразу нашли, самыми светимыми квазарами на Z больше 5 в рентгеновском диапазоне. Я сейчас покажу. Вот сейчас мы достаточно активно, у нас есть десяток или два кандидата в квазары на Z больше 5, активно работаем, где-то находим, где-то система ошибается, это оказывается звезда. Ну, это может быть темой целого отдельного доклада. Вот здесь есть несколько примеров, и вот это вот статьи, где мы в прошлом и в начале этого года опубликовали эти результаты. Вот разные квазары, Z5, ну, это вот это 5,47, вот это вот 5,5 мы его называем, 4,9, здесь еще недавно подтвердили квазар на 5,01, он здесь не показан. Часть наблюдений, вот конкретно в этой выборке, два из них сделаны на РТТ-150, и две статьи казанские наши коллеги опубликовали с этими данными. Есть, давайте я вам покажу, вот это самый далекий наш объект, найденный в слепом поиске, просто, ну, здесь получилось удивительно хорошо, так получается не всегда, конечно, скажу, вот это вот то, что предсказало распределение вероятности из SRGZ на основе тех самых методов машинного обучения, и совпало красное смещение до второго знака, это оптический спектр, ну, и вот это вот спектр объекта на Z5,5. Я немножко уже начинаю опаздывать, давайте я очень кратко здесь скажу, вот эти два квазара, вот они, вот этот и вот этот, это самое, здесь изображены все квазары на Z больше 5, которые детектировали в Средненовском диапазоне, и вот эти два квазара, они самые светимые, и это, ну, сейчас возникает некая картина, то, что мы детектируем эти светимые квазары со светимостью больше, чем 10,46 в рентгене, и возникает большой вопрос, а что, а почему они отличаются от большинства менее светимых в рентгене квазаров, которые на порядок или на два менее светимые, и вот мы строим разные теории, одна из них, то, что вот у них есть джеты, и это результат обратного Комтон-эффекта рассеяния фотонов CMB, микроволнового излучения, на электронах этих джетов, ну, как бы это модель, которая пока требует еще подтверждения. Скопление галактик, это другой класс, важный класс объектов, скажу очень кратко, это наиболее массивные объекты во Вселенной, которые почти, или близки к полной вереализации, то есть в состоянии равновесия находятся, с точки зрения гравитационной, и их массы могут превышать или достигать 10-15 масс Солнца, это самые массивные объекты. Основная часть этой массы – это темная материя, ну, мы не знаем, что это такое пока, но что важно, что функция масс и образование функции масс этих галл темной материи, она определяется достаточно простой физикой, которую, в общем, можно посчитать, и результат зависит от параметров Вселенной, поэтому вот одна из главных задач обсерватории СРГ – это построить функцию масс скоплений галактик и определить, заняться высокоточной космологией, определить параметры Вселенной, используя полученный результат. Ну, вот это вот несколько примеров, то, как видят скопление галактик ерозита, вот это просто пропорционально цвет отражает яркость, вот этот кружок – это угловая минута радиус, ну, видно это, ну, это хорошие примеры, мы видим совершенно ясно, четко протяженные объекты, которые не могут быть квазарами, поскольку они точные, а это вот скопление галактик, и после двух обзоров мы уверенно детектируем 14 тысяч скоплений галактик. Если опуститься до 4 сигма, то получается 20 тысяч, но здесь уже будет некоторое количество флуктуаций. Ну, просто для примера, это вот глубокое поле, поле дыры Локмана, которое мы сняли еще во время проверочных наблюдений в 19-м году, вот распределение по потоку скоплений и квазаров, то есть квазаров мы там детектируем примерно 8 или 8,5 тысяч, скоплений 200 штук, ну, вот видно, вот дальше из этого надо строить функции светимости, мы сейчас над этим работаем, а из функции светимости пытаться строить функции масс, мы над этим сейчас работаем. Есть интересный аспект наблюдения скоплений галактик, то, что вот горячий газ, из-за чего светит скопление галактик в рентгене, потому что в гравиационном потенциале есть некоторое количество горячего газа, которое с температурами рентгеновскими 10,7-10,8 градусов Кельвина, он светит в рентгене, но помимо этого он также приводит к эффекту Сюняева-Зельдовича за счет эффекта Доплера, Комтоновского эффекта, точнее говоря, если быть более точным, он приводит к эффекту понижения яркости микроволнового реликтового фона, то, что известно как эффект Сюняева-Зельдовича. И это производится одним и тем же газом, амплитуда одного эффекта просто пропорциональна давлению этого газа вдоль луча зрения интегралу, а яркость рентгеновского излучения пропорциональна квадрату плотности, умножит на некоторую медленную функцию температуры. И вот эти данные можно комбинировать и определять расстояние до скопления, температуру скопления мерить, не спектроскопическими методами, и много разных вещей делать. И вот здесь одна из возможностей этим заниматься, которую мы активно сейчас используем, это представляет данные Атакамского космологического телескопа. Это микроволновый телескоп, на самом деле это много телескопов, которые расположены в пустыне Атакама, в Чили на высоте 5 километров. И вот они в конце прошлого года, во второй половине прошлого года опубликовали каталог, то есть они работают уже много лет, они опубликовали каталог, вот они вот несколько таких площадок исследовали, опубликовали каталог, который мы сравниваем с тем, что детектируем мы. А мы вот здесь, вот рентгеновские скопления красным изображены, ну, по задумке это должен был в одно скопление крестик, на экране это у меня видно, ну, здесь не очень хорошо видно, но видно, что их много. И вот здесь вот есть числа, что мы на самом деле, результат такой, что мы детектируем все скопления, которые видит Акт, и у нас еще остается примерно полторы тысячи скоплений, которые Акт не видит. И это можно понять, вот это можно понять из этого рисунка, где это достаточно старый рисунок, график, нарисованный Джоном Каллстромом, это руководитель телескопа на Южном полюсе. Это масса скопления, это красное смещение, черные крестики, это скопление С5, желтые квадратики, это скопление Акта, красное скопление Планка. Вот видно, они неким образом расположены, а вот это вот кривая чувствительности эрозиты к скоплениям. То есть все скопления эрозита, они выше этой кривой расположены, и вот видно, что эрозита будет детектировать, должна детектировать еще большое число объектов вот здесь, которые, ну, не супер далекие, но достаточно далекие, на красном смещении 0,5-0,7, и гораздо менее массивные, чем пороги детектирования у многих микроволновых телескопов, в частности, у ИС-5 и у АКТА. А на больших Z выше Z-1, там, конечно, есть некоторые преимущества у микроволновых экспериментов. И вот это мы, вообще говоря, видим. Вот здесь голубыми крестиками показаны все скопления АКТА, красными – это те из них, которые мы детектируем, синие тоже детектируем, но как точные источники. Ну и вот видно, что вот здесь мы детектируем все, а на больших красных смещениях мы детектируем только более массивные, в соответствии с тем, что вот было изображено здесь. То есть вот эту вот часть мы не очень хорошо детектируем. Дальше с этим мы сейчас работаем, и здесь, ну, помимо просто вот такого объяснения на уровне детектируем или нет, здесь, ну, это большая работа и много интересных результатов мы начинаем получать. Давайте я это пропущу. Еще одна большая область работы, которая в нашей группе по галактикам, туда входят события приливного разрушения, мы занимаемся, это переменность и транзиентность вне галактических источников. Вот здесь вот изображена функция лог-н-лог-с, распыление по потоку вне галактических источников. Видно, что вот на малых потоках они хорошо совпадают, а вот здесь вот где-то порядка ста объектов или, может быть, несколько сот объектов есть какие-то движения. Это в первом обзоре и во втором обзоре. И вот эти вот различия, они как раз связаны с появлением ярких источников или с исчезновением ярких источников. Ну, вот пример, например, вот это вот рентгеновское изображение, каждая точка — это фотон рентгеновский, размером несколько на несколько минут, я не помню, по-моему, три или четыре минуты. Вот это в первом обзоре ничего нет, а во втором обзоре мы обнаружили яркий, ну, яркий, очень яркий источник. И вот такие события у нас происходят несколько раз в день. И, ну, точнее говоря, давайте я точнее скажу, несколько от трёх до пяти объектов в день у нас меняют поток более чем в 10 раз. То есть бывают случаи, когда здесь был слабый источник, стал ярким. Бывает наоборот, здесь был яркий источник, и там в 20 раз стал слабым, он просто исчез. Это рекордная перемирность для квазаров. То есть если вы пойдёте на изменение потока в два раза, то таких будут сотни тысяч или десятки тысяч. А вот такие крайне редки, и их мы исследуем. И в том числе среди них встречаются события приливного разрушения звёзд в галлюционном поле сверхмассивной чёрной дыры. Такие мы детектируем примерно раз в день. И их, конечно, мы тут же стараемся наблюдать на телескопах в России, а также на Паламаре и на Кеке. И вот события приливного разрушения звёзд. Это, если совсем просто объяснять, когда к сверхмассивной чёрной дыре близко подлетает звезда, то приливными силами её разрушается, образуется аккреционный диск, начинает сакреться, и появляется в том числе рентгеновское излучение на несколько месяцев, может быть, даже на год. И вот мы такие... Они, как правило, происходят в маломассивных галактиках. То, что мы часто видим, совершенно непримечательная галактика, которой, в общем, почти и ни в каком каталоге нету. И в этом месте вдруг возникает ярчайший рентгеновский источник. То есть никаких способов его создать, кроме сосветимости 10.42 и 10.43 терак в секунду. Никаких способов создать такой источник, кроме как аккреция на сверхмассивную чёрную дыру, кратковременная, нет. И вот эти объекты мы активно исследуем. Ну, открывается, в общем, с данными, с приходом яразиты, в некотором смысле, открылась новая эпоха в исследовании этих объектов. То есть я не буду вдаваться в подробности, но так получается, что существуют два типа событий. Те, которые активны в оптическом диапазоне, и те, которые активны в рентгеновском диапазоне. В оптическом диапазоне они тоже активно детектируются. В основном, вот, ZTF – это установка имени цвики транзиентной. А есть всего лишь несколько событий, которые активны в рентгене и в оптическом диапазоне. И, в общем, практически все они открыты нами за прошедшие полгода-год. Это очень интересно. Есть события, которые происходят на пустом месте. То есть, вот, пример, ничего не было в рентгене. Это первый обзор, второй обзор. Появился достаточно яркий источник. Мы смотрим в оптике, смотрим доступные широкоугольные обзоры неба-каталоги, или специально сами наблюдаем, и ничего в этом месте не видим. Вот этот кружок ошибок – это оптическое наблюдение «Пан Старс» обзора половины неба. А это «Дези Лиз», тоже широкоугольный обзор, и ничего не видим. Потом мы стараемся, смотрим БТА, смотрим сначала меньшими телескопами на БТА, иногда смотрим на Кеке. Иногда что-то находим, иногда нет. Ну, вот это вот интересный класс объектов, загадку которых тоже хотелось бы. Мы намереваемся ее раскрыть и узнать, чем они являются. Ну, как бы мы думаем, что часть из них – это, скорее всего, события приливного разрушения, просто совсем в маломассивных галактиках, которые в оптическом диапазоне неяркие. И здесь у нас достаточно эффективное сотрудничество с транзиентной установкой, установкой по поиску транзиентов имени ЦВИКИ. Она – это на самом деле пример использования имеющихся ресурсов, очень эффективного и очень правильного. То есть это небольшой телескоп, 48 дюймов, это примерно 1,3 метра получается, или 1,2 метра. Но он широкоугольный, у него поле зрения, вот с новой матрицей, которая туда была поставлена, у него поле зрения 47 квадратных градусов. То есть, представляете, это почти 7 на 7 градусов. И они благодаря этому, они могут очень быстро большие участки неба покрывать, и они это делают по многу раз за ночь, и строят детальные кривые блеска, ну, просто всего, что попадает в поле зрения. И там выискивают всевозможные транзиенты. И сейчас мы уже, ну, уже не сейчас, а в прошлом году мы с ними договорились, они по возможности, по мере наблюдаемости, они просто отслеживают траекторию скана нашего спутника, СРГ, и вот они тратят несколько процентов времени. Ну, здесь какие-то технические рисунки, даже не так важно. Но смысл в том, что у нас там, где позволяет видимость объектов, не объектов, а вот этих участков неба, у нас есть параллельные оптические данные, которые, возвращаясь к классификации, к изучению ТДЕ, большую ценность представляют. Ну, а также и для, в числе переменных источников, много квазаров, сейфертовских галактик. Они тоже представляют огромный интерес. Ну, давайте я уже заканчиваю. Я покажу два слайда про северный полюс эклиптики. Это то место, где все сканы пересекаются. Там огромная экспозиция. Там сейчас уже больше порядка 150 килосекунд. И плотность источников 600-700 источников на квадратный градус. Но дело не в плотности, а дело в том, что каждый источник, ну, совсем, если взять маленькую площадку размером градуса, каждый источник на протяжении полутора лет сканировался каждые четыре часа. Это в рентгеновской астрономии таких кривых блеска, такой чувствительности не было. И это позволяет исследовать широкий круг явлений. Вот здесь вот просто несколько примеров кривых блеска. Это Павел Медведев этим занимается. с точки зрения данных и Ильфан Фаритович тоже сейчас присоединяется. Вот это, например, Лацертида, Беллак объект. То есть это активная галактика, у которой джеты повернуты на нас. Вот видите, какая переменность, несколько раз. Да, это масштаб, временной масштаб год. Ну, то есть совершенно уникальное покрытие данными этими данными. Это квазар на Z02, тоже очень интересная переменность. А это звезда. Вот видите, у нее регулярно, периодически случаются вспышки, которые можно исследовать. Это данные по времени, они, как-то, прямым образом усредины. Но там дальше у этих вспышек есть внутренняя структура, которую тоже можно исследовать. Я на этом заканчиваю. То есть в заключение, ну, я уже по ходу показывал результаты. Хочу подчеркнуть участие казанских астрономов в наземной поддержке. Это неоценимая поддержка. То есть всегда можно обратиться, если есть возможность пронаблюдать, наблюдение будет. Потому что, когда у нас возникают такие транзиенты, например, то нужно наблюдать как можно быстрее. Потому что там через месяц, например, объект может оказаться совершенно в другом состоянии. И задачи, которые сейчас решаются в Казани, на телескопе, это спектроскопии далеких квазаров и квазаров большой светимости. Сильно переменные объекты. Нас интересует, нас в первую очередь интересует спектр, иногда глубокие, ну, часто глубокие изображения. По спектру мы сразу же можем сказать, это нормальная галактика или почти сразу нормальная галактика или сейфертовская галактика. И дальше можем определить стратегию, и как ее дальше исследовать. Спектроскопия скоплений галактик, ну, отдельный галактик, скоплений галактик, а также исследование уникальных объектов нашей галактики. И вот оно здесь последнее, но в некотором смысле может быть даже это важнее всего остального, ну, если не с точки зрения науки, а с точки зрения пользы для миссии, для обсерватории смотреть, это сверхточное измерение орбиты спутника, поскольку орбита спутника, она постоянно корректируется, там, это, точка Л2, она неустойчивая, это неустойчивая равновесие, ее нужно непреремно, ну, часто корректировать. И вот, после, перед, после, между коррекциями, одним, ну, основным, наверное, источником информации о вот таком положении спутника на небе является РТТ-150. В этом и другие телескопы используются, участвуют, используются измерения радиального расстояния, но вот по части расстояния в проекции на небо, положение в проекции на небо, это РТТ-150 основной источник информации. Ну, и сейчас по всеобщему согласию почти все наблюдательное время и Казанского университета и ИКИ на РТТ-150 посвящено решению вот этих задач. Ну, в основном, конечно, научных, если говорить по времени, то основное время уходит на научные задачи. Хорошо, я закончу вот это некое перечисление научных задач, я их уже практически все произносил, может быть, я не рассказывал про исследования межзвездной среды, но как бы вы видели богатство карты всего неба, и там ну, очень много интересных вещей, интересных открытий есть. Хорошо, спасибо. Спасибо.